Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Разговор записывается. Сейчас. Дети выждите, где вы водили в первую очередь, смотрите. Что? Что? Пиратов 112, что у вас случилось? Зимняя Вишня, вам уже поступили, правильно вызовем пожар? Да, да. Пойдите там, пожалуйста, приезжайте быстрее. Сейчас уже едут, едут уже пожарные выехали. Все, все, да, пожалуйста. Все туда едут, да, все, все. Служба спасения все едут туда. Я понимаю, все едут. Ожидайте, приедут. Пожалуйста. Служба 112. Едут к вам пожарные. Мы не можем быть, почему у нас сотрудники остальные? Едут к вам пожарные. Ко мне какие претензии? Сколько еще будут ехать? Оператор 112. Мы горим зимняя Вишня. Пожарные подъезжают. Есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают. Скажите, горит все здания или только этаж? На этаже. На этаже у вас. На четвертом этаже. Что говорите? Подъезжают только. Давайте быстрее. Оператор 112. Девушка, вы знаете, что у вас зимний Вишня пожар? Пожар. Там люди погибают. Где пожарные вообще? Все мы знаем. Едут. Все службы работают. Но никто не едет. Уже 10 минут горят. Подъезжают. Уже люди прыгают. Вы не едете. Вы что, совсем что ли? Ну город маленький. Что нельзя приехать? Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Слышите, что не уйдет. Извините, что не уйдет. Антон, ты машину не прийдует. Закрывай машину. Оператор 13. Кемеровый Ленина 35. Вызов. Есть. Езжайте скорее. Здесь люди падают в окон. Оператор 112, что у вас? Девушка, ну что там, Зимняя Вишня? Поехали все уже, ожидайте. Когда поехали, блядь, четвертый этаж? Мы уже 20 минут здесь умираем, блядь. Здесь дети маленькие. Люди туда уже выехали. Все службы реагируют. Все туда поехали. Оператор 112, что у вас? Алло, Зимняя Вишня, у нас прыгают с окна пожар. А скорая когда будет? Скоры нет. Приедет сейчас. Скажите вашу фамилию, имя, отчество. Скажите вашу фамилию. Разговор записывается. На Ленина, помнишь, когда мы ее возили, где швейка? Если не отвечает. Разговор записывается, говорят, и не отвечает. Оператор 112, что у вас? Здравствуйте, будьте добрые. Вы в курсе, что в Зимней Вишне пожар люди выйти не могут? В Зимней Вишне на Ленина. Пожарная уже следует. Такая информация не покупала. Скажите твою фамилию, имя, отчество. У меня там печи. Они не могут выйти. Там полное задымление. Они на полу лежат. Успокойтесь, женщина. Там пожарная следует. Спасение тоже следует. Эвакуация будет. Спасибо. Все будет хорошо, не переживайте. Спасибо. Оператор 112, что у вас произошло? Алло. Да, говорите. Алло. Что у вас случилось? Говорите. Люди из окон выпадывают. Где ваши пожарники с брезентами? Хоть бы их ловили. Люди падают, об асфальт бьются. Где ваши твари с брезентами? Вишня горит, люди из окон падают, бьются об асфальт. Вы нормально разговариваете? Уже все там на месте. Оператор 112, что у вас произошло? Девушка, все здоровые, зимние вишни. Смотрите, люди лежат тут. Уже все быстрее. Уже выехали все. Уже все выехали. Уже все выехали. Даже в отвор пусть зайдут врачи. Люди лежат на земле. Уже все выехали. Все, б***ь. Да подождите. Сиди, б***ь, все погибли, б***ь. Девушка, что у вас случилось? Ребята, ну мы погибнем здесь. Ну что вы делаете-то? Сейчас все уже выехали. Там не одна бригада скорой помощи приехала. Все уже на месте там. Сейчас вас освободят. Сколько времени ждать? Уже все на месте. Сейчас вас освободят. Подожди. Все на месте. Вы позвоните? Сейчас, б***ь. Вы сейчас не погибли. Сейчас еще здесь. Сейчас, б***ь, сейчас все движут еще хуже. Не надо. Оператор 112. Пожалуйста, быстрее. Уже все службы на месте. Все службы на месте работают. Вы на каком этаже? Четвертый этаж. Второй зал. Второй зал, да? Сейчас передадим все. Потерпите еще маленько. Это что делать-то, б***ь? Оператор 112. Зимняя вишня пожар. Где скорой? Ни одной скорой нету. Люди выпрыгивают. Позажите вашу фамилию и имя, отчество. Боже, что ты делаешь-ка администратор? У меня люди горят, вы слышите? Вы прыгали с окон, где-то? Позажите вашу фамилию и имя, отчество. А вы что, не срыжете? Что у вас случилось? Зимняя вишня, пожар. Тут люди прыгают из окон. Пожалуйста, п***ь. Есть такой вызов. Все приехали. Все там уже на месте. Позажите, того нет. Люди живые прыгают из окон. Горелые. Я прекрасно понимаю. Все поехали туда. Все уже скоро подъедут. Ожидайте. Всего доброго. Оператор 112, что у вас случилось? У нас случился пожар. И не знаю, как вообще разговаривать с теми зоот. Приехал один экипетаж скорой помощи. Одного человека погрузили в машину. Второй лежит на улице. Скажите, что должно произойти? Мне сейчас отвечают, что у нас... Мы же не можем всех спасать. У них всего два пострадавших. Скажите, что за позорная ссора у нас с теми зоот. Я не смогу вам ответить на такой вопрос. Пожар зимний вишний. Да, пожар зимний вишний. Один человек лежит на улице уже 20 минут. Скорая подъехала 10 минут назад. Ему помощь никакая не оказывает. Два пострадавших. Двое. Не 10, не 15. Ваши... Скажите, пожалуйста, сколько пострадавших? Двое. Одного. Помогли ребенку. Взрослый лежит на улице. Скорая подъехала 10 минут назад. Я подхожу к машине и говорю, почему вы не спасаете второго человека? Мы же не можем спасать всех. Нет, если этот товарищ родитель. Пожарный, слушаю. Скажите, у нас сейчас на зимний вишний пожар, наверное, в курсе, да? Вы ехали, вы ехали. Спасибо, работают пожарные. Скоро подъедут. Да подождите вы, не заложите трубку. Мужик хочет прыгать из окна. Сейчас растянули. Отделение... Мне сейчас... У нас сюда следует очень много отделений. Они еще не подъехали. Что мне сейчас делать? Я знаю, нам что делать? Нам что делать? Смотреть, как мужчина... Говорите, успокаивайте. Скажите, что он туда следует. Он из окна хочет прыгать. Вы мне мешаете работать. Мне нужно отделение все отсылать. И что? Слушайте, ну вы уроды, конечно. До свидания. До свидания. Да, люди были на месте, говорили, однозначно все знали, что там... А я первый об этом слышу. Кто и когда кому-то давал объяснение? Да, меня будут перебивать. Вызг. Это все записано на телефонах. Ездили все по всем больницам. Да, не было там нас это позитивно. Все туда направили. В Ленин, в Кировский. В Ленин городской. Кружечка Ленин. Там вообще... Там тротик, два-три человека. Уважаемые друзья, я так понимаю, что люди, родственники, которые не успели подъехать к Золотой Вишне, они звонили на 112 и им давали информацию, что все эвакуированы. Да, потом начали искать, но нашли, поехали по больницам, по всему остальному. Где-то они эвакуированы, но какой-то повод. Можно я скажу? По больницам информация тоже не давалась никакая. Когда я была около Зимней Вишни, полшестого вечера, с половины шестого. Это был просто какой-то хаос непонятный. Они не делали абсолютно ничего. Они просто стояли, я спрашивала, куда вывели людей. Людей всех вывели, все разошлись. Куда? Неизвестно куда. По автобусам. Автобусы пусты. Информации не было вообще никакой. Говорили, что там никого не осталось. Всех вывели. Все больницы, по больницам информации не было. Неизвестно, это было полное. Хорошо, спасибо, спасибо, что вы эту тему затронули. Она для меня как-то так резко не звучала. Значит, прибыли. Нифига себе. Можно я скажу, почему она самая? Потому что жертв могло быть значительно меньше. Конечно, конечно. Значительно меньше. Это минимум на две трети было бы меньше жертв. Если бы все, кто должен был приехать, в первую очередь, начать эвакуировать людей. Часть должна была начать тушить, часть должна была эвакуировать людей. Прекрасно знали родители, говорили, наши дети в кинозале. Они не уходят от нас, кто даже не попытался быть больше людей, чем те специалисты. Есть люди, которые вывели, прям десятки людей, потому что мы были люди, которые случайно противогаза. Но когда-то у меня уже не было. Значит, не заболтайте, извините, пожалуйста. Давайте вот те, кто конкретно располагает данными о халатном поведении, недобросовестном поведении работников МЧС, дайте нам, пожалуйста, специальное показание по этому вопросу. Хорошо. Дайте... Все, ребят, можно я вопрос? Я подготовил. Мне не понравилось то, что выходит сотрудник пожарной безопасности, оттуда он снимает с себя кашку, возраст снимает с себя по телефону, достает тут же в карман у телефона и делает сялки. Это как? Это как? Это как? Это как? Это время, когда дети закрыты. Они так мурают, дети. Они двоечников, они задыхают много. Он стоит, бороться, идет, я его за руку дает, и я говорю, что стоишь, иди там дети. Он стоит на меня, смотрит, и, допустим, ну, я не знаю, как там у них позыны, допустим, 52-й пошел, в этом ложе тракцию, и свободно идет. Они еле-еле работали. Они выходили, они не работали. Они выходят, они теряют, мы что-то не теряем. Спасибо, больше уйти. Мы шатерем их, это. То есть, устроили там действительно 50-какой-то. Говорили, что у них там по 20 минут, они включились, вышли, меняли. И вот еще они говорили, ну, у нас хватает, я бы, кислорода, баллона, дайте, горы, 4 часа. Я говорил, возьмите два баллона, возьмите три с собой. То есть, они еще путались в том, чтобы долго я им объяснял про то, как пройти, там, якобы, стена какая-то или что стояла. Я им объяснял, я говорю, ребята, давайте, чтобы быстрее было. Я говорю, дайте мне изначально там. Когда мы выходили из зала, я сказал, давай, давай подождем, чтобы дети все вышли. Мы вот из этих 150 человек, мы вышли последние. Мужики подбежали, это, с половиком, растянули половик. Ну, я говорю, Иван, прыгай, чего, сейчас, наверное, мы надышимся. Я говорю, все, прыгай, он, я не смогу. Мужики-то, а у тебя же там человек 20. Он прыгнул, вот, ну, сломал нос, два зуба выбил, и таз расколол. Мужики-то, ну, сломал нос, два зуба выбил, и таз расколол. Можно еще? В Оставку! В Оставку! Нет, не пешки, нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok